Всем привет! Сегодня поговорим о канарейках. Продолжаем разбирать проблемы, с которыми сталкиваются начинающие канароводы. Ну и потихоньку будем устранять. Я, вернее, устраняю эти проблемы, делюсь с вами, как у меня это получается. Так что, ребятки, сейчас отправляемся к канарейкам, все наглядно продемонстрирую. Перед нами такие вот желтые, это самцы кенара. Видите, клетка. А самцы одни сидят. Кто-то спросит, где самки. Самки умнички сидят на гнездышках. Вот одна сидит, видите. Здесь вторая сидит. Здесь вчера, позавчера примерно, сегодня третий день, наверное, ну так ориентировочно, что блокнот смотреть не буду. Здесь вылупились птенцы. А здесь, вы помните, птенцы уже подрастают. И здесь же подкидыш тоже, кстати, подрастает. Сейчас я вам покажу, расскажу за этого подкидыша. И сегодня у меня, вот там в угловой клетке, сейчас я вам поближе сниму, вот здесь в угловой клетке, в верхней, у меня сегодня вылупился птенчик. Сейчас только заметил. Я вот им уже сразу поставил кормление особенное. Значит, смотрите. Вон шкарлопа, видите, лежит. Сейчас покажу. Уже можно убирать, в принципе. Вот такая вот шкарлопка. Обычно, бывает, самки съедают, а вот это выкинуло. Вот они, счастливые родители. Значит, в плане кормления, друзья, я вот экспериментирую. Ну, многие говорят, так нельзя. А почему нельзя, я когда спрашиваю, мне никто не отвечает толком. В общем, вот с первого дня кормлю яйцо с желтка побольше и тертая морковка. Здесь я присыпал ее толченой ракушкой, кальций. Присыпал прям сверху на морковку. Вот так кормлю с первых дней. То есть, никто не отваливается, никто не пропадает у меня. Все нормально. Так что, я думаю, что можно кормить морковкой с первых дней. Так, это значит, здесь только вылупился. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас, может, сгоним ее. Как эта самка кормит, я пока не знаю. Так что, вот здесь только как бы начинается история. То, что сегодня вылупился, кормление я дал. Да, еще хотел сказать по поводу зерносмеси. Зерносмесь, вот она. Стандартная зерносмесь. Здесь рапс, проса, лен, немножко овес. Вот, видите, одна синка, там еще лен. И я увеличил состав канареечного семя. То есть, если я ранее добавлял пол, ну, если я банками делаю замес, я делал пол банки. В общем, я увеличил вдвое количество канареечного семени. Смотрите, самка спрыгнула. Может, нам сейчас удастся увидеть птенчика. Вот он там, видите, спит. Но он еще голодненький. Вот, зашевелился. Давайте отойдем. Пускай самка кушает и кормит птенца. Я потом понаблюдаю, как она его будет кормить. Может быть, сам буду подкармливать. Может, будет все нормально. Так, это здесь такая вот история. Идем дальше. Как раз видео у меня сегодня совпадает с кормлением. Я думаю, заодно вам покажу. Для общего развития хуже не будет, думаю. Значит так. Что входит в кормление канареек в период выкармливания птенцов? Именно вот сегодня, сейчас, вот ихняя порция. Зерносмесь, раб спроса. С увеличением, как бы увеличенная порция канареечного семени. Вот канареечное семя. Кто не знает, смотрите. Я его вдвое увеличил. Думаю, на момент, когда вот птенцов поднимать. Потом, когда уже у птенцов появятся перья, им предстоит покидать гнездо, я канареечное семя уменьшаю. Так, это мы сейчас с вами поставим. Так, сегодняшнее кормление совпало с видеосъемкой. Думаю, сейчас вам покажу все это дело. Вот кормлю, значит, я яйцо, морковка, присыпанная кальцием. Зерносмесь, также увеличенное количество канареечного семя. Я его просто вдвое увеличиваю. Вот канареечное семя. Просто беру и отдельно каждому, у кого птенцы, добавляю канареечное семя. Это для того, чтобы птенцы больше, лучше набирали массу. А когда уже у птенцов начнут расти перья маховые, то, и допустим, значит так, по дням вам скажу, чтобы было понятно. Птенцу, когда будет примерно 20-24 день, я канареечное семя уменьшаю. Ну, делаю, как и прежде. Чтобы родители не жирели, чтобы следующее потомство было без пустых яиц. Кстати, тут у меня еще... Вот небольшая новость, неразвучиков я отыскал. Вот все в сборе. Три пары. Буду скоро их паровать. Так, вернемся к канарейкам. Ну и, друзья, значит, наблюдаю такую картину. Кормлю я, побольше даю яйца. Так, это нет, это сюда идет. Тут кто постарше, тому яйца побольше. Сейчас поставлю с вами. Здесь у меня они постарше. Опять перепутал. Там, где постарше, туда яйца побольше даю. А тут, видите, маленький кусочек яйца, это сюда пойдет. Здесь еще маленький, им можно будет. Вон самка на гнезде. Раз, видите, как быстро слетела. Вот эта самка быстро слетает. Я сейчас как раз покажу вам птенца. Здесь было два птенца, правда. Но почему-то сегодня я обнаружил, что у него лопнул животик. Не знаю, почему первый раз такой, я его уже убрал. Вот эти два яйца, они тоже оподотворенные. Может быть, самка, когда садилась, придавила его, не знаю. Я такой первый раз вижу. Кто-то видел, пишите в комментариях. Так, значит, я здесь даю такое количество. Такое количество. Сейчас зерно поставим. Так, ну и зерно ставлю. Так, хотелось бы сказать, вот эта пара, у нее птенца, птенцу вернее. Сегодня третий примерно день. Пока я не вижу, что самка особо проявляет интерес материнства. Ну, я к тому, что кормит не очень хорошо. Я подкармливаю. Это вот как бы проблемы, насущие наши, канароводов. Подкармливаю. Надеюсь, что самка приступит скоро кормить, будет сама нормально. Потому что вот на этом опыте, это вот номер первый, здесь номер второй. Ориентируйтесь в комментариях, будете писать, чтобы вы понимали. Чтобы я понимал, где что, про кого речь идет. Самка, видите, как сразу раз и на гнездо села. Так, здесь хотел сказать опыт на... С этой парой опыт показал, что подкармливание в первые дни очень положительно влияет на самку. Здесь самка не кормила, я подкармливал. И вот сегодня уже птенцам десятый день. Сейчас покажу. Самка кормит сама, все хорошо. Самец помогает кормить. Даю, видите, уже большой кусочек яйца, морковки. Но вот эта вот доза у меня такая порция получается. Утром. И во второй половине дня я продлеваю. Пополняю, вернее, это дело. Вот так. Сейчас я вам покажу, как здесь самка реагирует, когда я пытаюсь согнать ее с гнезда. Если тут, вы видели, спрыгивает только я дверку открываю, то есть это еще начинает кусаться, драться и не уступает, и не уходит от своих птенцов. Вот такая вот самка получилась. Сейчас продемонстрирую. Сейчас зерно поставлю. Так, сейчас мы ставим зерно. Ну вот по питанию еще добавлю. Тоже, кстати, обогатил я смесь канареечным семеном. Прямо сверху цыплю. Вон, обратите внимание, выглядывают птенцы. Видите, видите, какие редкие кадры удается снять. Птенцы отреагировали, наверное, на то, что гнездо шевелится. Вон, вон, вон они. Итак, смотрите, я сейчас... Вон птенчики. Сейчас все просмотрим. Смотрите. Нет, так не пойдет. Давайте, наверное, сделаем по-другому. Телефон зафиксируем здесь. Вот. Сейчас, минутку. Смотрите, как самка защищает свое гнездо. Вот если я ее хочу убрать... Видите, она не уходит. А там соседская прыгала только... Я открывал дверцу. Ну, в общем, таким образом я ее прогонял с гнезда. Она, видите, не уходит. Я сейчас вам покажу подкидыша и покажу, как развиваются птенцы. Ну, и у меня приходилось немножко пошевелить гнездо. Надо так, чтобы ее особо не обидеть, а то уйдет и не вернется. За это тоже переживаю. Самка вообще не боится, видите. Думаю, будет кусаться. Обычно она кусалась, клевала меня. Вот так выглядят птенчики. Тринадцатого дня. Слева первый. Вот как они лежат по счету. Если первый, это родные птенцы. Птенец родной. Второй тоже родной птенец. Видите, как второй похож на отца. Если первый похож на самку. Ну, такой весь розовый, еще цвет непонятный. А второй у него крылья будут черные. Голова будет черная. Вот как самец. Но это не значит, что он самец, а тот самка. Нет, просто рассветка похожа, как у самца. А вот справа, вы проснулись, видите, проснулись. Проснулись уже, кстати, на тринадцатый, двенадцатый, десятый. Нет, примерно одиннадцатый, тире двенадцатый, тринадцатый день. Открылись глаза, птенцы уже хорошо видят. А вот справа, третий, то есть он третий получается, темный такой. Это и есть наш подкидыш, от которого я подложил сюда. И я хочу заметить, что самка своих птенцов кормит лучше. Подкидыша кормит хуже. Не знаю, чем это вызвано, но я подкидыша чаще кормлю. А еешних, родных птенцов, я практически не подкармливаю. Сейчас удастся, не удастся. Хочу показать вам зобики накормленные. Нет, не видно. Они, видите, как прячутся. Они боятся. Были слепые, были посмелее. Стали зрячие, видят опасность, боятся. Обычно вот здесь видно зоб. Обратите внимание, кал. Кал у птенцов. Вот видите, какой цвет. Он у них оранжевый, рыжий такой. Это от морковки. Я их плотно кормлю морковкой. Ну, потому что вы сами видели, самка расположена к такому цвету, к морковному. Ну, я думаю, птенцов кормлю. Это заодно и красит перо у птенцов. Сейчас я их верну на место аккуратно, чтобы не уронить. Не успел я руку вытащить с клетки, как самка быстро прыгнула на птенцов. И охраняет. Или греет, я не пойму. Я думал, она поест. В общем, смотрите, друзья. Здесь, получается, у меня все пошло как положено. Я несколько дней подкармливал. Вы можете тоже подкармливать своих. И вот самка приступила самостоятельно, начала кормить. То есть, здесь все складывается благополучно. Это хорошо. То есть, проблема решена. Еще есть один небольшой совет. Допустим, если у вас самка так же плохо кормит, рекомендуется, рекомендуется почаще. Вот, к примеру, вы поставили еду, а она сидит и не подходит. Почаще сгоняйте самочку. Но делайте это аккуратно, чтобы не навредить. Почаще сгоняйте ее с гнезда, чтобы она увидела еду, поела. Будет она накормлена, больше шансов, что она покормит своих птенцов. Сейчас я попробую ее согнать. Вот, сейчас удалось мне это сделать без труда. Все, вон она сидит. Заметьте, кстати, я вот заметил то, что самки, когда их сгоняешь с гнезда, они какие-то заторможенные. Вот она. А, о чем она сейчас думает, как думаете? Вот она сидит, вот в таком вот легкой заморозке. Вот если самец шустрый, крутится, вертится вокруг нее, то она вот так подзамерзнет, минут несколько сидит, потом понимает, что что-то надо делать, и начинает двигаться. Вот я это заметил. По крайней мере, вот эта самка так делает. Вот так выпрыгнет звезда и сидит. Перезагрузка, наверное, у нее проходит, не знаю. Первый раз такое вижу тоже. Вот, смотрите, не повернет ни голову, ничего. Вот со всех сторон я ее смотрю. Не шевелится, абсолютно не шевелится. Вот как это можно объяснить? Заметьте, кстати, друзья, у самки почему-то мокрое пузико. Вон там мокрое живот. Может, она купается и потом мочит своих птенцов. Может, просто там, как сказать, взмокло от того, что птенцы снизу греют. Но вряд ли. Наверное, он все-таки мочит пузико и мочит своих птеночков. Так, значит, по этой ситуации вы поняли, да? У кого не кормит, советую подкармливать. И вот сейчас вы наглядно видите, что это работает. Здесь я еще подкармливаю сегодня второй-третий день. Второй-третий, потому что точно не знаю, ну так примерно. Самка хорошо сидит, это уже плюс хороший. То есть, если самка сидит, остальное может разводчик уже сам доделать. То подкормить, то согнать, снова подкормить птенцов. Это как бы уже нетрудно. Но опять-таки, если у вас есть свободное время. Но если у вас нет свободного времени, чтобы заниматься канарейками, лучше не занимайтесь канарейками. Потому что здесь внимания нужно много. Сейчас вы видите, перед нами самец. Первого номера. Он сейчас поест. Обратите, кстати, внимание. Для выбора птиц у них есть и яйцо, и морковка вон сзади него. Но он выбирает почему-то зерно. И вот в камеру плохо видно, но он выбирает канарейчное семя. Я потом по шелухе ориентируюсь. То есть, канарейчное семя едят хорошо. Вот кушает самец, кормит самку, потом самка кормит птенцов. Или сразу самец кормит птенцов, а самка сама ест и кормит птенцов. В общем, сейчас эта семейная пара живет только тем, чтобы поесть, покормить своих птенцов, согреть и вырастить их. Но пока у них это нормально получается. Вон, самка зашевелилась. Видите, зашевелилась. Также хочу еще сказать, что с первого дня я даю пшеницу пророщенную, семечки пророщенные. Сейчас просто нет, потому что не всегда они прорастают каждый день. Не получается сейчас холодно. Ну, у меня где-то выходит день через три дня. Вот видите, самка прыгнула на гнездо. Ее встречают птенцы. Но она смотрит то ли на камеру, то ли мы ее смущаем. Так, я хотел сказать то, что я кормлю пророщенным. Давайте пока самка там будет. Вы наблюдайте, я вам немножко расскажу, что кормлю пророщенным с первых дней пшеница, семечки. Но каждый раз обязательно не забывайте каждый раз промывать это пророщенное. Такое питание позволяет нам держать самца в тонусе. То есть, когда он будет крыть самку на вторую или третью кладку, то он даст большое количество оподотворенных яиц. Там не будет болтухов. Пустых яиц не будет. Ну, может быть, будет одно из пяти или одно из четырех. Примерно так. По крайней мере, из моего опыта складывается такое. Дело в том, что некоторые еще кормят, канареек своих кормят кашей. Я завтра планирую сделать кашу пшенную. Можно сделать пшенную, рисовую, гречневую, такую смесь. Ну, у меня есть пшено. Сделаю пшенную кашу. Самка не шевелится абсолютно, да? Как будто замерла. Сделаю пшенную кашу. Предложу также канарейкам. Ну, это как бы сейчас вы видели сами. Птенцы еще маленькие. Можно побаловать их кашей. Но усугублять не стоит. Потому что, чтобы ближе к вылету птенцов, это будет 28-30 день. Они покинут гнездо. Чтобы самец был не зажиревший. Потому что часто родители, когда кормят птенцов, если там такая белковая пища, это каша, яйцо, много зерна, много канареечного семени, еще если много будет конопляного семени, мака, семечек, то самец зажиреет и даст пустые яйца. Или самка зажиреет. В общем, это не есть хорошо. По поводу того, что кто-то говорит, и некоторая литература пишет, что там зелень с первых дней нельзя, к примеру, салат нельзя, яблоки с третьего дня, морковку. Ну, я, честно сказать, не соглашусь. Вот я экспериментировал, в принципе, все нормально. Главное, немного. Поели немного и покормили птенцов. И птенцы от этого только лучше становятся и крепче, и быстрее растут. А если, допустим, взять в дикой природе канареек, она же там ест все и сразу, и с первых дней, и маленьких птенцов. Но там, получается, какой плюс? В природе, то есть, самка это ест каждый день. А у нас, получается, если самка сидела на яйцах, и мы ей не давали ни яблоко, ни морковку, ни салат, а когда у нас вывыпились птенцы, мы дадим ей тот же лист салата, она на радостях может весь лист съесть. То есть, она, сама не подозревая, объестся. И потом перекормит своих птенцов излишками, допустим, того же салата. Много, как бы, не обязательно, что он может разжижать кал, а это, как бы, не очень есть удобно. А в дикой природе они едят это каждый день, и поэтому у нее нет такого аппетита. Она в меру кушает, все там сбалансировано. Так-то они умные. Вот видите, как птенец просит, посмотрите я. Редкие кадры. Вот так, что такие картины наблюдаю сейчас первый раз, благодаря того, что вот видео снимаю, и видите, как удается посмотреть. Но не пойму, почему самка не реагирует. Они чуть ли не просят. Если бы у них были руки, наверное, взяли бы ее за перья, и клюв бы себе в рот вставили, и она бы покормила. Ну, вот это так. Но они пищат при этом. Я не знаю, слышно, сейчас вам на камеру не слышно. Писк такой хороший издают. Наверное, все-таки давайте я отойду, потому что самка что-то заморозилась. Я переживаю. Птенцы все-таки жрать просят. Или кушать они просят, как правильно сказать. Как угодно, в общем. Ну, в общем, вот такие вот дела. Подведя итоги, что касается проблем, с которыми сталкиваются начинающие конороводы, то, что если ваша самка не кормит, то я вам рекомендую подкармливать самим. Хотя бы первое время. Потом птенцы становятся крепче, начинают просить. Вы сейчас сами видели, как настойчиво они просят, и самки кормят. Кстати, таких старшеньких птенчиков уже кормит и самец очень даже хорошо. Но на камеру это все дело. Это, видите, такие сокровенные вещи. Я не знаю, вот сейчас, если поискать в Ютубе, где мы найдем подобный ролик, я не знаю. Если кто-то знает, напишите мне, скиньте ссылку, я посмотрю. Может, подчеркну что-то для себя полезное. Я к тому веду разговор, что это все сокровенные вещи. И вот так вот ходить с камерой, все это снимать, ну, не каждый возьмет на себя ответственность. Наверное, так будет правильно сказать. Многие боятся сглазить там или перехвалить, плюют там, стучат по дереву. Ну, если я это не буду делать, то это никто не будет делать. Мы тогда, никто ничего не узнает. И я бы в свое время не узнал бы то, что сейчас знаю. А самка все-таки, он сидит замороженная. Ладно, друзья, пойду я готовиться. У меня еще есть интересный материал по поводу репалова. Он очень хорошо освоился, репалов. Поет у меня в доме. Попозже я вам сниму видео, продемонстрирую. Ну, и думаю, когда будет видео про кашу для канареек, я и репалова там сниму в конце. Всего доброго всем. Удачи в разведении канареек. Если у кого-то какие-то есть вопросы, что-то не получается, вы знаете. Всегда можете написать в комментариях. Я всегда всем отвечу. Чем смогу, помогу. До скорой встречи на моем канале. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok